Тела двух подростков, погибших под лавиной в Чумнелайском районе, сегодня предали земле. Десять жителей села Джаштли, которых удалось спасти, находятся в больнице. Пострадавшим семьям будет оказана вся необходимая помощь, заявил полпредправительства по Ожской области Талайбек Сарбашев во время встречи с сельчанами. МЧС доставило в село мобильные дома и гуманитарный груз. Кульбара Кенджаева с подробностью. Огромная снежная масса сошла в половине шестого утра. Все село еще спало. Считанные секунды погребенными под снегом оказались два дома. На помощь поспешили соседи. Начали раскапывать дом. Через крышу удалось спасти шестерых человек. В соседнем доме на тот момент под завалом оставалось пятеро человек. Спасти удалось лишь троих. Вначале мы вытащили мать с двумя детьми. Нам сказали, что там еще двое детей стали дальше копать. На помощь к тому времени подоспели спасатели МЧС. Двух детей, мальчика и девочку 10 и 11 лет удалось обнаружить лишь 4 часа спустя. Но было уже поздно. Их завалило стеной и накрыло снежной массой. Их мать с двумя маленькими детьми доставлена в районную больницу. Их состояние тяжелое. Главе семьи повезло больше. Я вышел на улицу, чтобы сделать омовение перед утренним намазом. Вдруг слышу гул, как будто грейдер работает. Оглянулся. Катится огромная снежная масса. Даже вскрикнуть не успел. Я скатился вниз, кое-как поднялся и побежал к соседям за помощью. Их соседка Джарриатхан Маджитова спасение своей семьи считает не иначе, как чудом. Я услышала сильный треск и шум. Подумала, что это землетрясение. Начала будить детей. Вышла в другую комнату, а она наполовину засыпана снегом. Мы начали звонить соседям, звать на помощь. Мы все спали. Вдруг мама закричала, вставайте, землетрясение. Мы все сбились в одну комнату. Как только МЧС сообщила о трагедии, по поручению главы правительства на место происшествия отправился полпредправительства Паожской области, Талабек Сарбашев. Он посетил в больнице пострадавших, побывал на месте схода лавины. В качестве первоначальной помощи из резервного фонда обе семьи получат материальную помощь по 50 тысяч сомов. Пострадавшие получат всю необходимую помощь. Вопрос находится на контроле у премьер-министра. Завтра им установят мобильные дома. А до осени мы построим им новое жилье. На месте трагедии работают 30 спасателей. Они продолжают разбор завалов, чтобы найти документы пострадавших. Вместе с тем, в опасных горных зонах МЧС проводит профилактические работы. Мы с 15 февраля проводим на горных участках принудительный спуск лавин. Только в Чаналайском районе с помощью артиллерийских расчётов было спущено более 40 тысяч кубометров снега. Работы продолжатся до 22 февраля. В тот же день лавины сошли и в Карасуйском и Алайском районах. В селе Коджакилен Папанского аильного округа под лавиной осталась 37-летняя женщина. В селе Учдубе снежная масса погребла под собой хоз постройки. Погибло более 40 овец. В усиленном режиме в эти дни работают и дорожные службы. На расчистку дороги брошена дополнительная техника. День и ночь на борьбу со снегом ведут 7 единиц техники и 30 дорожников. Снег и ветер сводят их работу на нет. На сегодня введено ограничение на проезд по участку Чак на трассе Ож-Сары-Таш-Карамык-Чак. «Мы работаем круглые сутки. Нынешняя зима снежная, а участившиеся последние дни ветер наносит сугробы. Не успеваем расчищать». Сегодня после обеда все трассы, кроме автодороги Арал-Минкуш, были открыты. Сообщение восстановлено. Однако опасность схода лавин по-прежнему остается, предупреждают в МЧС. Гульбара Кенджева, Шершембек Шемкулов, Общественный Первый канал, Ожская область. Свои соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чурнелайском и Карасуйском районах выразил президент Алмазбек Атамбаев. Клава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.